Сегодня мне 27 лет, сзади аэропорт Внуково, и я лечу не знаю куда. Не бой. Только что на канал пришел 10-тысячный подписчик, спасибо вам огромное. Я лечу авиакомпанией Победа, это значит, что у меня нет багажа и нормальной ручной клади. Как я выхожу из таких ситуаций? Ремень, на который я повешу эту камеру, отдельная сумка для дрона и на поясное банановое. И хрен мне кто что скажет. Я побежал, а то регистрацию пропущу. И я приземлился, не гуглил и реально ничего не знаю об этом месте. Сегодня я должен был прилететь с одним парнем, но он лазил по сайту Победы за 2 дня до вылета и случайно отменил свой билет. Поэтому я здесь один. Посмотрел цены на букинге и самый дешевый вариант жилья начинается от 30 евро за ночь. Это безумно дорого. Ну тут аэропорт стоит прямо на побережье, прямо вот на пляж самолеты прилетают. И девушки, обслуживающий персонал, они модельной внешности. Смотрите как круто. В общем моя задача исследовать местность, понять могу ли я тут... Понять могу ли я здесь дешево ночевать или побыть на море и ехать в соседнюю Албанию, чтобы ночевать там. Что-нибудь придумать. Надо выяснить на каком языке тут разговаривают люди, найти еды. И самое сложное, надо найти клевую компанию на вечер, чтобы сделать праздник. Но мне тут уже нравится и выживать в раю не так сложно, как в других местах. Я погнал. На самом деле это позерство на камеру, я должен ее с собой забрать и петличку выключить. Я нашел клевый постел, но не нашел компанию на вечер, поэтому накачал доброй теплой музыки и пошел в сторону гор. Исцарапался ноги в колючках, но дошел до потрясающей оливковой рощи, где залез на дерево и съел день рожденную печеньку. Там было очень красиво. Я попробовал записать разговор на видео, но оно получилось таким грустным, и мне в голову пришла другая идея. Я расскажу несколько важных правил, до которых дошел по 27 лет. Люди — это главное в твоей жизни. Поверь, лучший способ это узнать — отпраздновать день рождения в одиночестве. Непонятно где. Это действительно важно. Наладь отношения с родителями. Какими бы они ни были. Сложными, трудными. Поинтересуйся, как дела дома, и если есть возможность, обязательно приедь. Путешествовать можно очень дешево. Просто выбери место и погугли билеты. Авиасейлс в помощь. Например, из Питера в Грузию можно улететь за 1500 рублей. То, что поездки дорого — это просто оправдание. Ты можешь путешествовать почти бесплатно и объездить весь мир. Главное — уметь разговаривать и быть достаточно открытым. Ну или просто быть открытым, если ты не знаешь языка. На жестах. Большинство проблем можно решить разговором. Но вот серьезно. Тревоги, разлады, конфликты. Куча всего. Никогда не додумывайте за человека. Говорите, глядя в глаза. Поступать правильно — всегда лучший выбор. Совесть лучше держать чистой. Иногда ты будешь терять смысл во всем. Это абсолютно нормально для думающего человека. Это сложно. Это трудно. Но каждый раз случается что-то новое. Обычно после этого идет подъем. Пользуйся зубной нитью. Потом спасибо скажешь. Загугли, прежде чем спросить. Такое количество бессмысленных вопросов можно избежать? Я не говорю о реально важных и которых нельзя найти в интернете. Но самое-то простое можно. Перфекционизм убивает. Конечно, это бывает полезным, но чаще всего ваше творчество будет тормозиться именно из-за него. Сделайте быстрее. Оставьте первый вариант, если он достаточно хороший. И приступайте к другому. Так вот делайте больше. Изменения лежат сразу за страхом. Как бы это плохо для вас сейчас не звучало, но нужно делать то, что страшно. Иначе никак. И сразу после этого у вас появится куча сил и новых возможностей. Достижение желаний не сделает тебя счастливым. Я правда так считаю. Деньги и известность решают многие проблемы, но далеко не все. Бросай, если точно нет. Когда ты всем нутром понимаешь, что это не твое, лучше с этим закончить. Чем быстрее, тем лучше. Чудеса существуют. Я сам их видел и потом сомневался после, но я искренне хочу верить, что все так. Без этого многое теряет смысл. Проблема всегда в тебе. Это тоже печальный факт, но факт. Если ты находишься в хорошем состоянии, то что бы вокруг ни происходило, все с тобой будет в порядке. И наоборот. Шедевры складываются в процессе. Начинай сейчас. Дубль, швосемь. Пиздежка, Хатя. Никогда не будет времени, когда ты будешь полностью готов. Твои проблемы всегда едут с тобой. Будь ты в солнечной Черногории, в потрясающе красивой Японии, в Штатах. Если тебя что-то беспокоит, это будет там. Обязательно посмотри во все тяжкие. Не зря огромное количество людей считает его лучшим сериалом на свете. Там такое происходит. У-у-у-у. Пиши тем, с кем хочешь работать. Показывай свои работы и напрашивайся. Только очень вежливо. Это дает свои плоды. Внезапная смена музыки, чтобы вы не скучали. Если у тебя не было трудностей, о чем с тобой разговаривать? Бывают реально жизненные проблемы, которые выбивают из колеи и выходят просто за рамки разумного. Но они точно будут тебе на руку через какое-то время. Мне кажется, я знаю, о чем говорю. Делай зарядку. Болезни, неудачи и осознание смерти делают жизнь осмысленной. Как бы нам не хотелось избежать этих вещей, но они всегда рядом. Без них все будет иначе. Если потерял смысл, выдумай его. Найди увлечение, людей или во что верить в ближайшее время. А потом все подтянется. Никто ничего не знает. Вот стопудово действуй увереннее. Будь благодарным. Так ты отдаешь свой маленький долг. Как же я люблю Arctic Monkeys. Первый альбом просто пушка. Это те вещи, в которых я хотел быть уверенным в 20 лет. Если бы мне просто так их сказали, было бы круто. Спасибо, что досмотрели до конца. Поделитесь в комментариях своими правилами. Возможно, они кому-то помогут. Если понравилось, дайте знать, подпишитесь. Я буду очень этому рад. Внизу Instagram, Telegram. И скоро новое видео. Любовь. Субтитры сделал DimaTorzok